ура пан пастель и обзор небольшой на нее у меня посчастливилось иметь весь спектр красок вся выкраска полностью на 96 цветов включая перламутры мы сейчас с вами ее рассмотрим вся пастель идет вот в таких коробушках это я у меня есть некоторые варианты поштучно я за дозаказывала несколько цветов отдельно помимо палитры но они же есть и в большой палитре просто некоторые я взяла для теста а потом решила взять себе уже большую потому что пастель мне очень зашла она подходит как для зефирных так и для холодного фарфора для самых разнообразных сфер творчества сделаю замечание пастелью я не рисую как художник я с ней не работаю поэтому я не могу рассказать как она делается в картинах как ею пишут я могу показать тусы которые шли вместе с ним и поехали дальше про обзор вот такие коробушки как она выглядит в коробках больших это вот такая пастелька вот это например один из вариантов они все идут без крышечек крышечки есть только в по штучных пастельках идут в блистерах пластиковых в двух наборах перламутра идут отдельной коробушкой перламутра у нас выглядит вот так вместе с перламутрами идет блендер бесцветный блендер это нужная штука которая делает градиенты между переходами цветами вот 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 и блендер он есть бесцветный это за палитра она предоставлю представлена вот в таких цветах я уже сделала на пастельной бумаге выкраску сделала закрепила ее фиксативами давайте попробуем сделать на нее вот такой видео обзор вы красочку отдельно и попробую сфотографировать есть очень нежные пастельные тона есть более насыщенные растяжки соответственно делаются тоже в зависимости от насыщенности палитра невероятно богатая и красивая полный спектр синий к зеленых красных желтых бесподобные фиолетовые мадженты для кукольников особенная прелесть это спектр коричневых цветов и вот я вам показываю сейчас перламутра надеюсь их видно как они сверкают вот да я вижу на камеру они сверкают отлично да вот бесподобные цвета их можно и в крылья бабочек добавлять и даже в цветы для такого более фантастического интересного результата но мне нравится просто иногда отходить от реализма и использовать вот такие фишки но все же под пастель цветы я рекомендую использовать фиксативы то есть самые разнообразные которым вы привыкли то есть вот такие вы красочки я сделаю отдельно что шло еще в наборе вместе с коробками в каждой коробке то ли с перламутра витали с большими блистерными упаковками по обычным цветам шли вот такие там ушла одна крышечка каждом наборе шли вот такие дополнительные спонжи кисточки разнообразная вот выкраска пан пастель и вот такая как есть просто коробку большую меня камера не позволяет показать очень удобная вот эта штука мне кажется но я все ее почему-то жалею открыть и продолжаю использовать вот таких спонжиков они наложили очень много кстати очень удобная штука для тонирования потому что можно тонировать обычными кисточками самыми разными но это не всегда так удобно я люблю тонировать пальцами или вот такими спонжиками обязательно как-то попробую порисовать пастелью но вот как-то с стали у меня в рисовании не склалось не сложилось нужно будет попробовать еще то есть и вот как вы видите в коробочках у меня уже по цветам идут вот такие это даже косметических я парочку доложила потому что они очень быстро убиваются вот такие у меня были какие-то я не знаю откуда их нашла на это обычные косметические и вот в постельке я вот так использую цвета люблю абсолютно все потому что как вы знаете я занимаюсь и цветочками и куколками и люблю подрисовать где-то что-то попробовать поэкспериментировать то есть не жалея все использую все пробую кисточки вот есть самые разнообразные с разными насадочками есть скругленные есть треугольные есть лопаточками скругленными лопаточками есть разнообразные спонжи эти спонжи кстати тоже можно заменить косметическими почему у меня некоторые из них новые потому что я просто взяла и использовала свои косметические которые у меня вот лежали без дела почему бы не использовать они все очень классно подходит это то что шло у нас еще с наборами также что у нас шло вот крышечку я уже вам сказала отдельно можно вот покупать разнообразные вот такие коробушечки это тоже заказывалась отдельно из заграничного сайта и давайте теперь попробуем возможно посмотреть что же такое пан пастель в работе как она тушуется как она ложится почему я говорю что мне пальцами удобнее вот смотрим открыли коробушку набирается она крайне мягко очень пастозно то есть насыщенно и густо можно втирать это пастельная бумага у нее есть фактура какая-то я не знаю как работают художники повторюсь я показывал как работаю я не могу показать к сожалению большой палитру потому что и вот можно переход стушевать между собой можно вот работаю разными пальчиками чтобы было удобнее и стушевали вот получаются вот такие классные какие-то градиентики как это работает на цветах вот давайте возьмем холодный фарфор листик у меня вот есть вот какой-то такой да возьмем вот ту же кисточку и к сожалению палитру чтобы не ставить сюда я вот возьму где-то что-то проложу даже без сейчас калористикой какой-то просто показать как она тушуется и ложится ровненько да например захотела поджелтить край то есть она может наслаиваться фишка пастели еще и в том что на ее можно не только стушевать но ее можно наслоить этим получить интересные эффекты она не является прозрачной она достаточно укрыстое кстати на каждом из моментов выкраски которые я делала я сейчас вам даже покажу у меня здесь выкрасках указан перманент который использован то есть какой пигмент не перманент а какой пигмент использован то есть профессиональные пигменты и светостойкости везде практически указано по четыре звезды только несколько цветов один или два вот которые были с двумя звездочками это значит что они менее светостойкие вот например hansa yellow она идет трехзвездочная это достаточно неплохо но она вот такая прозрачная желтенькая вот 2 звезды идет в перманентном красном permanent red tint там 2 звезды и еще где-то вот здесь я помню было две звездочки и две звезды стала tint то есть вот в таких цветах идут по 2 звездочки остальные практически все идут с четырьмя звездочками единственное у перламутров тоже светостойкость в 2 звезды и с перламутрами там использованы другие пигменты как я понимаю наверно тоже что-то минеральное потому что зачастую если пигмент минеральный типа камень или чего-то то пигмент отсутствует вот например как в бронзите в бронзе здесь нету ничего никакого пигмента но при этом первые сценте ради там пигмент 254 присутствует то есть с этим нюансом я немножко не разобралась надо будет еще тоже с художниками поговорить проконсультироваться но фишка в том что ну конечно же перламутровые краски они менее светостойким и опять-таки зависит от пигмента который входит в состав вот фиолетовые самые они не светостойкие считаются да здесь панпостель позиционирует что фиолетовые цвета это у меня вот они все сейчас чтобы на камеру это вот да они вот такие проблематичные вот вайлы здесь идет по в 23 4 звезды при этом менее фиолетовые двухпигментные он и дежур уже идет трехзвездочный то есть это менее светостойкий чтобы мы понимали в маслах вот например я возьму тот же windsor первая серия у нас здесь идет сколько звездочек давайте посмотрим где у нас здесь по в 23 тоже прозрачный он идет здесь прозрачности тоже у нас указываются и и и я не вижу сколько здесь звездочек на стандартно идет что фиолетовые 2 максимум 3 вот я знаю в миджелла это в акварельных красках там идет три звездочки заявлена максимальная светостойкость но в принципе любой фиолетовый зеленый эти цвета склонны к тому что они со временем выгорают или распадаются но в миджелла и в панпостели я такого еще не увидела то есть я работаю ими с весны весны этого года 2019 и пока что это краска лучше всего вот букет который вы видите на фотографии с фиолетовыми и устоймами он как раз сделано с помощью этой фиолетовой панпостели там фиолетовая и мэджента использованы и разные цвета даже синие синего чуть-чуть добавлено для перелива в градиентов и она прекрасно наслаивается держится фиксативом надо работать аккуратно потому что размыть все можно то есть шикаем на расстоянии и обязательно фиксатив спреевый потому что лаковые или какой-то такой он не самый лучший вариант и ну вот кто-то говорит что можно хорошо паром зафиксировать или по влажной пастели все равно но к рукам берется я перестраховщица наверное поэтому дополнительно использую фиксативы хотя это на любителя и кому как больше нравится то есть я не пропагандирую те или лучшие варианты также можно посмотреть разные варианты орхидеек у меня там на страничке все они практически были сделаны с помощью вот этой панпостели эти цветочки которые у меня есть они тоже сделаны с помощью панпостели вот чтобы она не зря не стояла мы можем еще вот так сделать уж если листочек лежит с ним надо что-то сделать правильно вот мы с вами его и порисовали где-то под состар или вот сюда можно грязнинки вот как-то вот такой живости там еще заднюю сторону можно проработать дополнительно да одним словом это можно играться это у меня такой примерочный тестовый листик поэтому никуда не пойдет вот такие разные штуки разные интересные эффекты можно делать с помощью той же панпостели все цвета абсолютно уникальные сильно токсичных или ядреных не естественных цветов нет это может также свидетельствовать про какую-то минеральную основу потому что зачастую когда краски делаются на минеральных основах токсичные цвета вывести достаточно сложно и поэтому могут отсутствовать странно токсично розовые вот это у меня например палитра с розовыми вот вот это можно относительно но это все-таки маджентовые цвета да с розовых вот такой цвет здесь представлен видно прекрасно видно да если брать ту же краску китайскую я за постели сейчас говорю ому нее это там есть и токсичные цвета и разнообразные самое вот какие только угодно если вам интересно я могу показать я сму нее начинала в свое время тонировала очень много с ней она более твердая идиот вот сейчас другие оттенки у меня мунья есть и большая но есть и вот такие маленькие это все одна и та же серия вот они на мелках даже указано что это soft gallery пастель здесь у меня просто кукольная выкраска под рукой лежала вообще сейчас от нее перехожу здесь достаточно постельные тоже цвета потому что это наверное моя гамма но иногда когда мне надо очень токсичный розовый можно туда полезть в какую-то палитру но она очень вот так пальцем сложно набираться ее надо достаточно плотно хотя это самая экстра софта софт пастель которая есть тот же кохинор он будет намного тверже на рембрандт он будет мягче ну вот какие-то другие еще пастели надо тоже будет смотреть пробовать про шминки ничего пока что сказать не могу я ее пробовала в руках тоже под куклы но под цветы я ее не пробовала для того чтобы например с мунью лучше работать кому хочется и лучше натереть на наждак или на какой-то отдельный листик ножиком и потом уже с помощью кисточки брать ее и растушевывать как кому нравится здесь я просто беру вот такой кисточкой спонжиком и натираю она мягенько все сливается стирается здесь конечно тушуется это пастель не так как пан пастель с блендером она тоже не сработает и стушевать цвета все возможно но это уже просто делается чуть-чуточку сложнее именно за цветы я говорю опять таки холодный фарфор и зефирная глина также пан пастель можно вмешать в сырую глину и например мы берем зефирную глину или какую-либо либо другую глину вот у меня сейчас под руками есть дефирная глина мне руки к сожалению уже запачкана но ничего просто чтобы вы поняли суть вот я отчитываю небольшой кусочек просто для теста и вот поскольку давайте красный цвет насыщенного цвета конечно получить крайне сложно но все возможно это у меня crafters клей crafters клей конечно насыщенный цвет именно вмешивая в глину не получим потому что он обладает белизной как любая зефирная глина холодный фарфор он прозрачным поэтому эффект может немножко отличаться но вот как-то его под руку тоже не приготовила цвета получаются обалденные вот такой из crafters клея выходит свет с помощью цвета пан пастели сейчас я вам показываю permanent red shade это 340 и ты вот такой но здесь немного у меня на пальцах еще желтого было поэтому немножко оттенок может получиться то есть а второй желтый у меня ела вохр 275 вот такие цвета у нас получаются просто обалденные которое только я влюбилась в эту пастель как не знаю во что потому что тонировать все очень легко куклы с ней делать очень приятно цветы из нее делать просто невероятный кайф я тонирую каждый лепесточек отдельно или тонирует цветочек сборки каждый раз результат разные на получить с нее можно абсолютно все что угодно самый реалистичный цветочек именно получается у меня почему-то с ней если вам бархатистый налет какой-нибудь нужен или вот например в губе орхидеи сделать бархатистую такую бархатистый рисуночек это тоже там протонировали маслом или акрилом и сверху присыпали пастелькой очень красивый эффект бархатистости также лепестки когда мы тонируем эти лепесточки пастелькой они получаются бархатистые маслом это может быть или легкий глянец акрилом это тоже может быть глянцевая пленка если акрил гуашь он более матовый идет то есть пропан пастель еще раз цветов здесь палитре у меня полная палитра 96 цветов из них идет одна палетка на 18 цветов если я не ошибаюсь перламутры то есть который у нас с блёсточками вот разнообразные вот такие давайте посчитаем 1 2 3 4 5 10 15 16 цветов плюс 17 блендер это у нас идет палетка которая отдельно с перламутрами использовала я и перламутры и обычные цвета и планирую их использовать далее поэтому если интересно посмотреть готовый эффект и смотрим просто на мои цветочки и вы увидите какого они формата и какой насыщенности дается пигмент но думаю вот если есть какие-то вопросы что я упустила что я не сказала пожалуйста говорите мне постараюсь все высветлить показать и рассказать по мере возможностей и пробуйте лепите в удовольствии ну и задавайте вопросы чтобы я знала что вам рассказать еще пока пока